Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Билович. На финише, когда же начнется судебный процесс против Беглого Януковича? Лан Киссинджера, как может измениться политика Вашингтона по отношению к Киеву и Москве? Прав тот, у кого больше прав. Для чего в Анафранковске подрались полицейский и местный депутат? Свежая кровь. Сможет ли одолеть янтарную мафию новый глава полиции в Ривно? В плен к боевикам в Луганской области попали двое украинских военных. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-центр АТО. Информация крайне скудная. Имён не называют. Известно, что это контрактные служащие. Они возвращались из госпиталя в Лисичанске. Табельного оружия и боеприпасов у них с собой не было. В районе пропускного пункта «Золотое». Военные сбились с маршрута и попали на неподконтрольную территорию. Потом связь с ними пропала. В Генштабе сообщили, что спецслужбы сейчас выясняют точное местонахождение наших бойцов. До командования вышли представители этих боевиков. И означали, что эти военнослужащие на данный момент находятся у них. Фаховцы соответствующих служб Збройных сил Украины сегодня вышли на связок. И ведутся работы о повернении наших военнослужащих до дома, до Збройных сил Украины. Двоих Украинок, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворок, представители так называемой ДНР, отпустили из плена в Донецкой области. Передача эта проходила между оккупированными Донецком и Макеевкой. От украинской стороны был руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан. Известно, что Преснякова бывшая судья районного суда Новоазовска. А Сворок журналистка из Ивано-Франковска. Боевики арестовали ее якобы этим летом и обвинили в шпионаже. Мы не знали до последнего, что это нас на обмин. Куда нас везут? Нас забрали вчера, привезли мы в подвал. Знаходились до ранку и только с ранку нам сказали, что это мы едем, может быть, домой. Две недели мы отрабатывали по спискам. Сложные моменты, несложные моменты. Мы не пытаемся заменить собой официальный Минск. Но мы хотим его хорошо подтолкнуть, чтобы действительно освободить всех военнопленных. 690 задержанных боевиков на 47 наших заложников. Такой вариант обмена пленными сегодня предложили в так называемых ДНР и ЛНР. В Киеве это требование называют неприемлемым. Украинские власти ранее уже говорили об обмене 58 наших пленных на 228 боевиков. Представитель в Минской группе Ирина Герасченко на своей странице в Фейсбук сообщила о том, что незаконные военные формирования искусственно занижают цифру заложников. Сейчас украинская сторона ведет переговоры по освобождению более чем 100 военных. Представители оккупированных территорий подтверждают только 48 закваченных из этого списка. Также Герасченко подчеркнула, что боевики настаивают на амнистии и требуют отдать тех, кто совершил тяжкие преступления. Несмотря на так называемое перемирие, за минувшие сутки на передовой были ранены двое украинских военных. С подробностями из района Светлодарской дуги. Геннадий Вивденко. Сильный ветер, небольшой туман в районе недавно освобожденных территорий, в районе Светлодарской дуги. Самое время для того, чтобы попробовать пройти незамеченными на украинские позиции. Группа украинских бойцов идет на смену по братимам на опорный пункт, который был недавно отбит у боевиков. На вечер, как обычно, ожидаются обстрелы. Сейчас будет ротация идти в них на пересменку. С интервалом 5-10 минут враг открывает огонь из пулеметов. Затем несколько выстрелов из миномета или гранатомета. Это же они по нас работают. Отжали все недавно этот пост. Ну, все проводили пост. Пост, и они хотят это же наступление сейчас сделать, чтобы отбить. А мы не дали. А что за калибр был? 80-ка. Может, РПГ. Именно этот опорный пункт на Светодарской дуге принял самый жестокий бой, после которого и началось недельное сражение. Отсюда мы продвинулись по одному из флангов вперед, однако враг продолжает вести огонь с другого. Пока прекращение режима огня, украинские воины здесь отнюдь не отмечают. Появилась информация о выдвижении тяжелой бронетехники противника к этим окопам. Ночью, может быть, здесь жарко. Однако и украинская армия тут значительно укрепилась живой силой и техникой. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканала Интер из Донецкой области. Минские соглашения не выполняются и нормандский формат должен быть расширен. Так считает глава польского МИДа Витальд Твощиховский. Он убежден, что справиться с конфликтом на Донбассе к вопросам мирного улегулирования стоит подключить Вашингтон и Варшаву. Польша, считает министр, должна стать участником этого формата, поскольку граничит с Украиной и Россией и теоретически сама находится в зоне риска. В Соединенных Штатах тоже гадают, что сделать для разрешения конфликта на Донбассе. Кто может это сделать и изменится ли политика Вашингтона по отношению к Москве. К примеру, глава Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил, сенатор Джон Маккейн, не уверен в том, что новоизбранный президент США попытается отменить санкции против России. У политика поинтересовались, какова будет реакция Конгресса, если Трамп все же попробует это сделать. Маккейн ответил, кто бы ни находился на посту главы государства, он должен осознавать, кроме наличия военной мощи, свою роль в сдерживании России играют именно санкции. Пока же топ-тема в американской прессе это имя возможного посредника между Вашингтоном и Москвой. В том числе он будет ответственным по вопросам Крыма и Донбасса. Занять это место может один из самых известных дипломатов Америки. О факторе Киссинджера Дмитрия Нопченко из Соединенных Штатов. Госсекретарь, советник по нацбезопасности, лауреат Нобелевской премии, все эти годы его включали во всевозможные рейтинги. Чего лишь первое место в сотне интеллектуалов мира стоит. Генри Киссинджеру скоро 94, но он не только по-прежнему считается одним из лучших дипломатов Соединенных Штатов, но и остается человеком, к советам которого уже, который президент Америки прислушивается. Сегодня пресса взахлеб пишет, дескать, именно он, один из авторов политики и разрядки с Советским Союзом, станет специальным уполномоченным от Трампа, по сути, как раньше Нуланд, ответственным за Украину и Россию, только с другим статусом и куда более широкими правами. Авторитетное издание «Политику» задается вопросом, а что может быть в принципе общего у утонченного интеллектуала Киссинджера и резкого и прямолинейного Трампа? И само же отвечает, мол, для него это единственная возможность вернуться в большую политику, не в качестве консультанта, а в качестве самостоятельного игрока. А по данным издания Киссинджер очень этого хочет. И если это назначение состоится, что оно для Украины означает? Та же газета цитирует Киссинджера. «Украину необходимо интегрировать в европейское и мировое сообщество таким образом, чтобы эта страна служила мостом между Россией и Западом, а не форпостом одной из сторон». И приводит пояснение одного из людей, хорошо знающего дипломата. Дескать, самое важное для него – это поддержание равновесия в мире. А значит, Киссинджер будет делать все, чтобы добиться глобальной стабильности. С одной стороны, это предполагает некоторое улучшение отношений Белого дома и Кремля. Дипломат давно и откровенно об этом говорит. Но с другой – потепление с Россией не приведет к тому, что Украина станет разменной монетой. Газета «Бильд» со ссылкой на источники в европейских спецслужбах пишет даже о неком плане Киссинджера по Украине, который якобы предполагает компромисс. Дескать, Москва должна будет дать гарантии безопасности на Донбассе и в определенные сроки полностью уйти из зоны конфликта. А Запад якобы смягчит свою позицию по Крыму. Официального признания не будет, но этот вопрос перестанет быть проблемой в отношениях двух стран. А за это Вашингтон может ослабить санкции против России. Официальных комментариев по поводу этого плана пока что нет. Высокопоставленный дипломат, с которым я говорил сегодня утром, не под запись, сказал мне, что по его данным, плана Киссинджера, как отдельного документа, который был бы сформулирован, зафиксирован где-то на бумаге, просто не существует. Это лишь мысли и воззрение дипломата. И точно так же можно говорить, к примеру, о плане Тиллерсона или плане Флинта. И что куда важнее, а каким будет план Трампа. Ну а по поводу информации издания Бильд, о том, что ценой этого процесса может быть снятие санкций, здесь считают, что, возможно, источник этой информации вовсе не в Вашингтоне, а в Москве. И что просто выдают желаемое за действительное. Ну, в любом случае, когда будет назначен и будет ли назначен Киссинджер, дипломатам пока что непонятно. И единственное, что можно понять, это то, что американская политика уже никогда не будет такой, как была при Обаме и Байдене. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Генпрокурор Украины сегодня отправился в зону АТО. В Краматорске Луценко поздравил 45-ю бригаду ВДВ с наступающими праздниками и вручил бойцам беспилотник. Там же он рассказал новые подробности о деле против беглого президента Януковича, которого обвиняют в госизмене. По словам главы ГПУ, дело передадут в суд уже в первом квартале следующего года. Я ждал с нетерпением решения Печерского суду про начало досудового следствия. Враховывая, что у нас небольшая количество материалов и сведений, планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудового следствия на руки для вручения, а дальше начнется судовый процесс. Луценко также рассказал, что около 10 членов компании Януковича добровольно вернули Украине сотни миллионов гривен убытков. По словам генпрокурора, они пошли на сделку со следствием и признали себя членами организованной преступной группировки. Но кто эти люди, Луценко не уточнил. Дорогомиловский суд Москвы признал события на Майдане в 2014 году государственным переворотом. Сегодня это сообщение тиражируется и международными, и украинскими информагентствами, хотя сам суд состоялся еще 22 числа. Известно, что во время закрытого заседания в Москве допросили целую плеяду политических беглецов, в том числе и Януковича Сазаровым. Прокомментировать вердикт московского суда и его возможные последствия мы просили Минюст, который в первую очередь должен реагировать на подобные юридические решения. Но ответить на наш запрос времени там никто не нашел. К слову, штат Минюста в этом году увеличится на 300 человек и, похоже, по численности превысит аппарат администрации президента. За время протестов на Майдане незалежности были избиты 73 журналиста. Прошло уже три года, а виновных до сих пор нет. Установить их и наказать требует Национальный союз журналистов и Международная федерация. Там заявляют, что только несколько дел о преступлениях против представителей прессы дошли до суда, но быстро рассыпались, поскольку прокуратура не предоставила достаточного количества доказательств. При этом в ГПУ и администрации президента все время звучат заявления о том, что дела о пострадавших журналистах расследуют, и они на особом контроле. Мы все равно хотим, чтобы в случаях брутального поводжения журналистами были установлены в войне, и они покараны. Випадок жестокого побития журналиста вечериного черкаса, фото журналиста Игоря Ефимова, працівниками милиции. Буквально несколько недель назад суд принял решение, и он единого, которого прокуратура вважала за винного працівника милиции, вона виправдала. Якість слідства неналежна. Израиль призывает евреев Франции возвращаться на землю обетованную. С таким обращением выступил министр обороны еврейского государства Авгдор Либерман. Почему в противном случае Иерусалим не сможет гарантировать безопасность своей диаспоре, разбирался Сергей Ауслендер. 15 января в Париже должна начаться международная конференция по миру на Ближнем Востоке. Участие в ней примут 70 стран. Израиль уже заявил о бойкоте этого форума и о том, что он не будет отправлять туда своих представителей. В Иерусалиме полагают, что конференция проигнорирует проблемы Ближнего Востока, войну в Сирии, в Ираке, экспансию исламского государства, но зато сосредоточится на отношениях Израиля и палестинцев. Министр обороны Израиля Авгдор Либерман уже назвал ее трибуналом над Израилем, а главной ее целью подрыв безопасности еврейского государства. Министр обратился к евреям Франции с призывом покидать эту страну и переезжать в Израиль. Я не хочу углубляться в историю, хватит примеров и последних лет. Та же атака на еврейскую школу в Тулузе. Это достаточная причина, чтобы покинуть эту страну. Пришло время для евреев Франции, чтобы понять, это не ваша страна, не ваша земля. Покидайте Францию и переезжайте в Израиль. Это единственный ответ на такой заговор. Собственно говоря, эмиграция евреев из Франции и так растет усиленными темпами в последнее время. Это связано в первую очередь с участившимися антисемитскими нападениями в этой стране и в Европе в целом. Достаточно вспомнить, например, атаку на супермаркет кошерных продуктов, которая была в Париже примерно год назад. Тогда погибли четыре человека и все они были евреями. Кроме того, растет репатриация и из других совершенно разных стран, например, из России и из Украины. Кроме того, Министерство внутренних дел рассматривает буквально тысячи заявлений от потенциальных беженцев из зоны конфликта на востоке Украины. Сергей Узлендер. Подробности. Ближневосточное бюро. Телеканал АИНТР. Украина все же рассчитывает на продолжение переговоров с Израилем по соглашению о зоне свободной торговли. Зам. главы Минэкономразвития Наталья Микольская считает, что такие консультации взаимовыгодны. И сегодня с израильской стороной уже согласован следующий раунд переговоров в начале 2017 года. Напомню, Украина поддержала резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить строительство еврейских поселений на палестинских территориях, из-за чего в двухсторонних отношениях между нашими странами возникло напряжение. Что касается безвиза и ратификации соглашения Украины с ЕС, то украинские политики и эксперты убеждены, что в 2017 году эти планы осуществятся. Какие основания для такого оптимизма, расскажут наши корреспонденты. Есть оптимизм, нет конкретики. Голосование за безвизовый режим, простой процедурный вопрос, кажется, застрял в брюссельских бюрократических коридорах. Европарламент до сих пор не назвал даты рассмотрения безвиза. Нет точной информации и о том, когда ЕС утвердит механизм его приостановки, обязательной для запуска либерализации визового режима. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ивана Климпуш-Ценцадзе рассчитывает, что этот механизм примут полностью уже в январе. Не дает точных прогнозов и посол Европейского Союза в Украине Хьюгмин-Гарелли. В интервью с журналистом он выразил надежду, что безвиз с Украиной вступит в силу в первой половине 2017 года. Процесс затягивается из-за внутренней политики европейских государств, поясняет глава немецкого фонда Гайнриха Бёля в Украине. Все упирается в очень простые, но длинные формальности. Для украинцев это может выглядеть, как будто бы Евросоюз не хочет видеть Украину внутри себя. На самом деле речь идет не об Украине, речь идет о страхах небольших государств Европы перестать иметь возможность контролировать количество приезжающих к ним в страну. И это абсолютно внутренняя политика этих государств. Внутренняя политика еще одного европейского государства, Нидерландов, решает вопрос ратификации соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной. По последним данным украинского МИДа, Сенат этой страны рассмотрит документ после 15 марта следующего года. Ирина Иванова, Александр Пантелеймонов, Василий Миновщиков. Подробности телеканал Интер. В ГПУ с жалобой на НАБУ. Член Центра избиркома Александр Шелестов возмущен обыском у себя в кабинете и просит генпрокурора разобраться в этой ситуации. Он считает, что детективы совершили уголовное нарушение, когда в ночь на 14 декабря проникли в его кабинет, где лежали документы с конфиденциальной информацией. Причем тут справа против главы Охмедовского и мой кабинет. Ну, я это не могу там зрозумевать. Я считаю, что это тиск на меня, как на государственное ДЧ, это элементарно. Я уже там не говорю, что они перечитали все документы. Я так и сподеваю, что прокуратура призначит следствие и следствие разберется, что насправді отбылось. У жодной людины не може, ані в рабочем кабинете, ані в будь-якому іншому приміщенні свавільно уночі проводитись обшук по кримінальному справі, до якої ця людина не має жодного відношення. В самом же НАБУ убеждены, что обыски в помещении Центризбиркома законны. Говорят, провели их на основании решения суда. Как известно, 13 декабря главец ЦИК Михаилу Охмедовскому вручили подозрения по обвинению в коррупции. В Ивано-Франковске в ночном клубе полицейские подрались с депутатом горсовета. Четверо патрульных расслаблялись после дежурства и не нашли взаимопонимания с компанией, которая находилась за соседним столиком, где отдыхал с друзьями и депутат горсовета, мастер спорта по боксу Виталий Меринов. Сначала поспорили, затем сошлись в рукопашной прямо на танцполе. В результате у одного из патрульных сломана челюсть, а боксеры отделались синяками. Сегодня никто из участников этой драки не может пояснить, из-за чего, собственно, возник конфликт. Депутат утверждает, что патрульные были п'яны. В результате уничтожили, что патрульные были патрульные, потому что очень много слов говорили. Вначале, Волшин также имеет какие-то травмы, но мы договорились с ним, пожали руки. В наследствии этой бейки травмирована одна людина, как выяснилось, это патрульный полицейский. У него переломано щелепо и другие травмы. В управлении патрульной полиции будет назначена служба проверка по этому факту, поскольку участь патрульных в бейке – это какой-то такой негарный поступок. Не прошло и полтора месяца. В Ривненской области наконец-то представили нового начальника полиции. Кто занял это кресло и справится ли новый руководитель со старыми проблемами этого региона? Подробнее и на Белецкое. Новый начальник главного управления нацполиции в Ривненской области занял свой новый кабинет. Говорят, проводит совещание, входит в курс дел. Валерия Пресежнюка сегодня представили личному составу. Среди приглашенных был и нардеп от Народного фронта Юрий Вознюк. Мы пробовали связаться с ним, чтобы спросить, является ли его присутствие свидетельством того, что назначение политическое или он просто так выражает свою поддержку главе МВД. Но дозвониться до нардепа нам так и не удалось. И так руководить полицией в Ривненской области будет генерал-майор Валерий Пресежнюк. До этого он два месяца был советником главы нацполиции и еще раньше работал заместителем начальника Одесской областной полиции. С 1983 года в системе МВС начал работать. Досвеченный офицер, генерал, прошел все ступени оперативной работы. Знает это все не по каких-то книжках, а знает это все внутри. Представлял Пресежнюка зам главы нацполиции. Руководитель МВД уже традиционно в Ривненскую область не приехал. Поддерживал новоназначенного начальника и его предшественник. На этом посту Сергей Князев. О главной проблеме региона говорил только он. Но так и не произнес слово «янтарь». Основная болевая точка, но она больше решается не только силовым методом, но и политическим методом. Поэтому и постоянно руководители администрации внимательно смотрят на нас. Новый руководитель областной полиции и янтарных делах сегодня не вспоминал, только пообещал жителям комфорт и спокойствие. Мы разом, потому что у людей боли не будет. Мы разом можем все сделать для того, чтобы на ревничестве люди поживали комфортно, было обеспечено и будем думать, что их не достать. Разом. Новый рік, свято, я думаю, что мы все сделаем для того, чтобы люди могли обеспечить. И мне так сделаем самое самое, что иначе с ними тоже могут быть чистыми. Валерию Пресежнюку предстоит непростая работа. С уходом происшественника криминогенная ситуация в области осложнилась. Массовая добыча янтаря возобновилась, а полиция попросту игнорирует вызовы в янтарные районы. И служебные расследования чаще всего заканчиваются ничем. Изменится ли ситуация, как и когда, мы попытаемся спросить у самого Пресежнюка, когда он будет готов общаться с журналистами. Инна Березская, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер, Ривня. Игнорировать телевизионную рекламу политических партий и в частности Народного фронта призвал украинцев Сергей Каплин на своей странице в Фейсбук. Нардев возмутился, мол, вместо того, чтобы использовать бюджетные деньги, выделяемые государством на развитие страны, обучение кадров и защиту людей, политпартии, прошедшие в парламент, тратят эти средства на самопиар. В Раду уже внесен законопроект об отмене госфинансирования партии, но пока его рассмотрения блокируются, заметил депутат, и пообещал, что в следующем году кампания за отмену бюджетного финансирования обязательно продолжится. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. С новым счастьем, что первого января найдут под гелочкой украинские предприниматели. Архитектурные разборки, как проходят общественные слушания вокруг театра на Андреевском спуске. Сверительный шокер, южнокорейские авиалинии больше не будут церемониться со своими пассажирами. Новые налоги для малого бизнеса. С нового года украинским предпринимателям придется каждый месяц платить единый социальный взнос 704 гривны. Даже в том случае, если они не ведут никакой бизнес-деятельности. Такие изменения в законодательство сегодня подписал президент Петр Порошенко. Из-за нововведений многие предприниматели, переживающие не лучшие времена, могут поставить крест на своем деле. Так прогнозируют экономисты. За манипуляции с выплатой минимальной заработной платы в новом году будут наказывать штрафами. Об этом сегодня предупредил работодатель и премьер Владимир Гройсман. Все это зависело от правительства. Все, что зависело от правительства, уже сделано. Минималка повышена. В казне предусмотрены деньги для бюджетников. Осталось, чтобы также ответственно к выполнению закона отнеслись бизнес и местные власти. Не нужно комбинировать пиф, ставки и еще что-то другое. Мы расширили повноважение всех органов влады, в том числе и местного самовередования, что до проверок на предприятиях, где работают люди. Это первое. Если будет выявлено, что люди работают полный рабочий день, а оформлено как неповный рабочий день, это сотни тысяч гривен штрафов. Сотни тысяч. За недопуск на проверку, там тоже предупреждены очень четкие штрафные санкции. Зарплаты в среднем на две тысячи гривен Владимир Гройсман пообещал сегодня и пожарным. А еще 600 миллионов гривен на модернизацию и закупку новой пожарной техники. Об этом он сообщил сегодня во время посещения столичной пожарной части номер 13, которой предстоит дежурить в Киеве в новогоднюю ночь. Привез глава правительства и новогодний подарок спасателям, 5 новых пожарных машин и 20 комплектов защитной одежды. Законное решение НБУ рефинансировать Приватбанк. Национальное антикоррупционное бюро расследует производство по Приватбанку о злоупотреблении средствами рефинансирования. Производство это начато до национализации Привата, отметил директор НАБУ Артем Сытник. Он подчеркнул, что в центре внимания следователей участие, либо не участие руководителей НБУ в возможных коррупционных процессах. Ранее антивандовольный комитет оштрафовал Приватбанк более чем на 80 тысяч гривен за нарушение закона о защите экономической конкуренции. Ну а кредиторы Привата готовятся бороться за свое. Держатели еврооблигации объединились в комитет и намерены вместе защищать свои права. Это пять фондов. Британские, швейцарские, американские, владеющие ценными бумагами на 120 миллионов долларов. В ходе национализации их еврооблигации были переведены в акции, которые за одну гривну скупил Минфин. Это будут обязаны нашего уряда, а вот же нашего бюджета. То есть теоретично, вартость для державы капитализации или национализации Приватбанка будет намного больше, чем заявленная сумма. Еще одна новость о Привате. С нового года ставки по депозитным вкладам в иностранной валюте снизят на 1-2% годовых, а ставки по гривневым вкладам с февраля. Это касается новых депозитов, так уверяют в пресс-службе этого финучреждения. Десятки уголовных производств из-за украденных миллионов гривен. Правоохранители расследуют факты хищения госсредств региональными управлениями. Укрзалезнете. Как и на чем зарабатывают деньги здесь и что говорит начальство железнодорожников, подробнее в материале Елены Миндалюк. Приднепровская железная дорога организовывает сообщения с юго-востоком Украины, Днепропетровской, Запорожской, частью Харьковской и Херсонской областей. Ее руководители подозревают в хищении госсредств. В апреле этого года они закупили свинину и говядину для обеспечения питания сотрудников. Существует мясное продукцию, было поставлено около миллиона продукции, хотя документы, подтверждающие похожество мясной продукции, было надано только на 350 тысяч гривен. Мясо железнодорожники купили у компании «Групп А». Эта фирма регулярно выигрывает торги, начиная с 2008 года, рассказывает активист Денис Селин. Фирма не является ни прямым поставщиком, а банальным посредником стабильной поставки питания от 5 до 10 миллионов в год на фирму. И, соответственно, в этой сумме закладывается определенная коррупционная составляющая, которая происходит из-за того, что проходят крайне непрозрачные тендера. И действительно, согласно госреестру, «Групп А» занимается оптовой торговлей продуктовыми питания и табачными изделиями. По официальному адресу регистрации компании никакого офиса не находим. Еще по одному адресу этой компании, которую мы нашли в интернете, тоже не души. Журналист Владимир Доценко проанализировал все закупки укрозалезницы за последние месяцы. Сумма впечатляющая – более 15 миллиардов гривен бюджетных денег. Часть из них, уверяет журналист, украдены должностными лицами. А как минимум треть суммы потрачена нерационально. Когда мы проверяли южный вокзал в Харькове, то там оказалось, что штат сотрудников не более 20 человек. Ну а сумма контрактов была более 5 миллионов за 8 месяцев. То есть мы так посчитали, что в районе 1000 гривен в день приходится на одного работника. Главная проблема укрозалезницы на данный момент – это нехватка вагона и подтягивающего подвижного состава. Но, к сожалению, на эти нужды тратится в районе миллиард-два. В Укрозалезнице о коррупционных схемах знают и уверяют – пытаются искоренить. Почти каждая выданная копейка связана с коррупционными схемами. Мы усиливаем вертикаль безопасности и внутреннего аудита. Уже объявили конкурсы на должности начальников региональных железных дорог. Там нужны перемены. А еще просто необходимы хозяева, которые будут представлять нашу точку зрения. Это нулевая толерантность коррупции. Мониторим с помощью громадских экспертов мониторного группа. Есть соответствующие службы безопасные и в середине Укрозалезницы. Наша безопасность также работает. Безусловные вещи, о которых мы не знаем или не имеем доступа. Тут еще с этим проблемам налаштовываем механизм. Против должностных лиц Укрозалезницы уже открыто 40 уголовных производств. Расследуют коррупционные схемы железнодорожников и НАБУ. Елена Медлюк, Анна Каменева, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Все черные ящики, находившиеся на борту ТУ-154, найдены. Следователи причиной этой авиакатастрофы по-прежнему называют техническую неисправность. И это пока основная версия. Напомню, борт российского Министерства обороны разбился утром 25 декабря в Черном море. Это произошло через несколько минут после вылета из Сочи. Самолет выполнял рейс в Сирию. В момент катастрофы в салоне находились 93 человека. Все они погибли. Повреждена термостойкая защита оранжевого цвета. Крышка имеет вдавливание. Сквозных повреждений визуально не обнаружено. Ситуация в Евросоюзе обеспокоен министр иностранных дел ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию. Он заявил, цитирую, Европа бесспорно движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться. Среди важнейших приоритетов миграционная политика, внутренняя и внешняя безопасность, возрастающий уровень безработицы. По мнению Штайнмайера, решить эти проблемы способна объединенная Европа, а не разрозненные национальные государства. Бельгию в 2016 году сотрясали протесты. Такого количества митингов не видели за последние 25 лет. Почему бельгийцы так часто выходят на демонстрации, расскажет наш корреспондент в Брюсселе Юлия Мендель. Сельхозтехника и свиньи под зданием Совета Европы. Первыми на протест в 2016 году вышли бельгийские фермеры. Около сотни агрария выступили против отмены квот и обвала цен на сельхозпродукцию. Акция получилась яркой. Это было только начало. С апреля по июнь участниками акции стали почти 250 тысяч человек. В мае в Брюсселе состоялся крупнейший за год 60-тысячный митинг. Выступали против увеличения трудовых часов с 38 до 45 и против повышения пенсионного возраста до 67 лет. В ход шли камни и петарды. Демонстранты строили баррикады. Для разгона полиция использовала водяные пушки. Несколько десятков человек арестовали. С такими же требованиями бельгийцы выходили на митинги в июне и октябре. В ноябре ситуация накалилась еще больше. Люди требовали создания новых рабочих мест, повышения зарплат, улучшения условий труда. На улицы Брюсселя вышли 17 тысяч демонстрантов. Мы протестуем против жестокой экономии бельгийских властей. В социальных и медицинских сферах это длится уже несколько лет. Нам нужно создавать больше рабочих мест в этих сферах. Там очень большая нагрузка. А повышение зарплат в последний раз было 10 лет назад. Мы работники сферы здравоохранения. У нас тяжелая работа, мы работаем ночью, выходные. А нас лишают социальных выплат. Мы выступаем против таких решений и хотим, чтобы нас услышали. Итоги этого года еще подводят. Но в Национальном департаменте социальной безопасности уверены, 2016-й побьет рекорд по количеству протестов за 25 лет. В этом году митинговали учителя, врачи, военные. Но бельгийцы борются не только за собственные права. Собирались и из-за запрета абортов в Польше, и из-за климатического соглашения в Париже, и даже из-за выборов в Конго. Юлия Мендель, Вадим Сверидонов. Подробности. Брюссельское бюро телеканала Интер. Немцы по-прежнему больше всего поддерживают действующего канцлера Ангелу Меркель. Опрос одного из крупнейших институтов общественного мнения Эмнид показал, 56% немцев ей доверяют. По их мнению, Меркель сможет справиться с трудностями 2017 года и решить проблемы населения. В то же время 55% опрошенных хотят, чтобы политик была канцлером. И в следующем году, в начале декабря, Меркель уже девятый раз возглавила партию Христианско-демократический союз. Она также планирует снова баллотироваться на должность канцлера и в 2017 году. Польский водитель грузовика, который въехал в толпу в Берлине, на момент теракта, возможно, был в сознании. Хотя ему стреляли в голову за несколько часов до этого события. Такую версию следствия обнародовало немецкое издание Bild. Лукаша Урбана нашли мертвым на пассажирском сидении. Предполагают, что он даже пытался помешать теракту и изменить направление грузовика. В интернете набирает популярность и петиция с требованием посмертно наградить Урбана высшие награды Германии за заслуги. Документ подписали уже почти 40 тысяч человек. В Харькове иномарка въехала прямо в витрину магазина. Это произошло в центре города рано утром. Машина с литовскими номерами. За лём находился студент-иностранец. В полиции сообщили, что он не справился с управлением. Заехал на ступени магазина и протаранил стеклянные двери. Сам водитель отделался из пугом. А вот пассажир, который находился в салоне, пострадал. С травмой позвоночника его доставили в больницу. 13 тонн фруктов не для продажи, а для школьников. Таким образом, благотворители из Греции поздравили детей с праздниками. Все подробности в нашем материале. Добрый вечер в вашей хате. Шикароли, чипарати. Дети встречают гостей украинскими калятками. Подарки привезли представители благотворительного фонда предпринимателя Пантелеймона Бумбураса. Фрукты из Греции. Каждый школьник получает пакет по 3 килограмма апельсинов, мандаринов и бананов. Почему в канун Нового года дарят именно фрукты, а не игрушки, дети не задумываясь отвечают. Ну, потому что там вниз витамины. Апельсины, мандарины, эти фрукты всегда были своеобразным символом Нового года, говорит Пантелеймон Бумбурас. Испоминает эпизод из детства, который навсегда врезался в память. Я когда жил в деревне, у нас нет денег купить апельсины и мандарины. И когда папа Новый год принес к нам дома, я очень рад. И я так думал, и подарил детям грецкие мандарины и апельсиновые. Для гостей из Греции дети подготовили концерт, танцевали, показывали театральные сценки и читали стихи на греческом языке. Здоровья, счастья и благополучия. Всего греки привезли 13 тонн свежих фруктов. Их раздали не только одесским школьникам. Часть получат дети в зоне АТО, в частности под Мариуполем. Во-первых, помочь людям, которые в этом нуждаются. А во-вторых, чтобы, скажем так, поддерживать отношения между украинским и греческим народом, которые отношения длятся уже несколько тысяч лет. Благотворительном фонде заверили, что будут помогать украинским детям и дальше. Ольга Иванченко, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Южной Корее нашли эффективные средства от буйных пассажиров самолетов. Что теперь можно местным стюардессам? Об этом и не только в нашем обзоре. В Южной Корее неспокойных пассажиров будут усмирять электрошокерами. Нововведение планирует авиакомпания Korean Air. Ранее бортпроводникам можно было применять эти средства только в случае угрозы жизни экипажу и пассажирам. Теперь же в авиакомпании решили защитить свой персонал. Так, на прошлой неделе слишком агрессивного мужчину пришлось связать на борту и передать полицию уже после приземления в Сеуле. В Индонезии шесть человек задохнулись в ванной комнате в доме, расположенном в престижном районе Джакарты. Людей закрыли четверо вооруженных грабителей. В комнате площадью всего два квадратных метра находились 11 человек. Потерпевших обнаружили только утром следующего дня. Шесть человек умерли от удушья, пять находятся в критическом состоянии. Необычный побег. В американском штате Теннесси шесть преступников убежали из тюрьмы через канализацию. Оторвали унитазы и сделали дыру в стене. Охранники спохватились не сразу. Удалось поймать только троих. Еще трое до сих пор на свободе. По какой статье были осуждены преступники и на какой именно срок полиция не разглашает. Тысячи людей приехали отмечать день рождения незнакомой 15-летней девушки из мексиканского штата Сан-Луис-Патаси. Все из-за того, что ее родители разместили в фейсбуке видеоприглашение, забыв дать ему статус приватного. О своем согласии прийти на вечеринку сообщили около миллиона пользователей. Правда, на деле гостей оказалось меньше 15 тысяч. Песни и пляски продолжались до самого утра. Веселье мрачил несчастный случай. Во время конного забега один из гостей упал с лошади и разбился. В Японии торжественно передали власть от символа 2016 года обезьяны к символу 2017 петуху. На традиционной ежегодной церемонии присутствовали три обезьяны и два петуха. С напутственным словом к символу будущего года обратилась местная знаменитость актерка Буки Сиканна Камура. Он пожелал разноцветного счастья согражданам и возвращения силы и бодрости стране. Мир скорбит по Джорджу Майклу. Певец скончался от сердечного приступа в это воскресенье. Какими были его последние дни и как переживают потерю фанаты Джорджа, расскажи Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Второй день люди приходят к дому любимого певца в престижном районе Лондона, чтобы отдать дань уважения. Приносят цветы, зажигают свечи и оставляют записки. У многих на глазах слезы. Он пример для подражания и в плане музыки, и как личность. Очень жаль, что он умер. Он был таким молодым, еще много чего мог бы сделать. Мы всегда будем его помнить. Это очень грустный день. Не прекращается поток фанатов и у дома артиста в Оксфордшире, в этой английской деревушке Джордж Майкл предпочитал проводить время. Он часто заглядывал в местный паб и магазины. Я хорошо его знала. Мы его часто видим в деревне. В смысле, часто видели. Помню, несколько лет назад, когда выпал снег, он с другом вышел на крыльцо фотографироваться. Простите, меня переполняют эмоции. В этом доме бездыханное тело певца и обнаружил его партнер и последняя любовь парикмахер-стилист Фадди Фаваз. Сердечный приступ. Друзья артиста говорят, певец боролся с героиновой зависимостью. Несколько раз попадал в больницу с передозировкой. Последнее время старался не показываться на публике из-за лишнего веса. Но Майкл не оставлял надежду избавиться от зависимости и вернуться на большую сцену. Он даже планировал большое воссоединение дуэта «Вэм», с которого и началась его звездная карьера. Мадонна, Элтон Джон, сэр Пол Маккартни и другие мировые звезды опубликовали трогательные записки о своей скорби по Майклу. А фанаты продолжают делиться историями о невероятной щедрости певца. Часто это были спонтанные акты доброты. Однажды он увидел по телевизору женщину, которая отчаянно желала детей, разыскал ее и дал 15 тысяч фунтов на процедуру искусственного оплодотворения. Лично просил не распространяться об этом. Запрещал рассказывать и о своем волонтерстве в приюте для бездомных, а также о миллионных пожертвованиях на борьбу с раком, ВИЧ-инфекцией и СПИДом. Два дома в Англии, роскошные особняки в Нью-Йорке и Сиднее. Он был звездой мирового масштаба и оставил после себя не только музыкальное наследие. Не имея собственных детей, его 100-миллионное состояние пойдет на поддержку его крестников. Их у него шестеро. Немалые суммы перечислят и на благотворительность. И еще одна утрата в мире знаменитостей скончалась американская актриса Кэрри Фишер, которая прославилась благодаря роли принцессы Леи в культовой саге «Звездные войны». Несколько дней назад ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Фишер сразу доставили в больницу, где диагностировали сердечный приступ. Спасти актрису врачам не удалось. Ей было 60 лет. Последний раз Фишер появлялась на экранах в прошлом году, когда вышел фильм «Звездные войны. Пробуждение силы». Наш сайт подробностей «Юэй» и информация там обновляется постоянно. На сегодня у меня все. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова